доброго времени суток друзья наконец-таки наконец-то я начал снова снимать булатную сталь третий день друзья мучаюсь тут такие программы проблемы с этими программ запасе что просто у меня уже мозг сварился окончательно че только не делал это кино до сих пор так нормально не работает мне приходится снимать бандикамом в экранном режиме они игровом вы не работает везде работает во всех играх а булатной стали у меня не работает почему кую знает в общем извращаясь как могу серии в ближайшем время по булатной стали будто весьма и весьма короткий поскольку это реклам экранный режим так хрен значит в размерах ролик что это просто описаться можно больше я видел только во фрапсе там это вообще бешеная штука ну ладно не будем о проблемах давайте собственно о игре что у нас тут происходит я эту серию записываю раз так десятый наверное поэтому все помню наизусть да все что говорить надо ну во первых во первых адрианаполь как видите наш степ короля мы здесь с византийцами играем в тактические игры я к ним подхожу они от меня уходят они ко мне подходят я от них убегаем в общем очень весело весело проводим время как видим византийцы направили полный стек по направлению торгови что я свои войска пришлось мне отвезти как видите они у меня мал малые малые силы против стека не попрешь к ним идет конечно подкрепление но пока еще одно не дошло да и мал маловатых но посмотрим как они будут дальше что делать может быть удастся такие выцепляйте какие-то части небольшие вот план давайте займемся делом первых в первую очередь отомстим гаду убийцы который покусился на жизнь нашего или что брата короля прошлой серии завалили они сволочи было сейчас мы отомстим уродом жизнь малиной казалось есть контакт и один упокоился но я уже знаю что здесь есть 2 поэтому сейчас лазутчиком зайдем в город вот обнаружил обнаружился 2 убийца давайте на него наведем нашего убийца чтобы он не исчез никуда все шикарно с этим мы справились поехали дальше друзья поехали дальше знаете этот момент зафиксируем удачу так дальше у нас друзья донат великий всемогущий бессмертный кощей донат как написали мне в комментах это кощей бессмертный потому что он донат да действительно донат его хрен убьешь убивать мы будем небольшой византийский отряд в такой численности как видим здесь есть неплохие отряды во первых это муртаты во вторых это страдиоты и скификой я уже морально готов потерять половину своих сил ну потому что у них два отряда конницы а значит мы потеряем половину своих сил это это закономерно как дважды 24 спасибо там гена нет был бы гена я проиграл полот но не будем о плохом давайте давайте веселым но будем надеюсь что что все будет хорошо я эту битву сыграл уже раз пять но может быть больше я не помню самый удачный успех у меня был когда я просто тупо тестил одну из программ записи я просто обил все свои войска и тыкнул на противника поставил скорость 6 все там всех смели всех победили и страдиоты вообще ничего не смогли сделать это было этих друзья там ген у меня вырвался вперед в одного завалил 4 от рада пехоты вражеской причем он штурмовал снизу вверх как он так мне повторить это не судьба стопуду так что отходим назад выстраиваем здесь наши наши силы и так что у вас там опять случилось вот в одну шеренгу как мы любим как мы умеем и дальше одна наша пехотка отряд занять оборону да так хорошо начинаем battle вон противник вот он мы давай сюда подходим сюда лучники подходят мы здесь даже донатик будет кстати зря наверное я их поставил бегом давайте пускай не идут пешком мы скорость поставим 6 и подождем как видим против и дождик пошел к усиленной то обалдеть вот дождик у меня здесь впервые каждый раз что-то по-новому нам еще как-то карабкаться вверх придется не шутя это есть это есть плохо так ты сюда значит идешь вас надо как-то как-то вас надо вверх поднять можно вас как-то вверх поднять вроде как можно не шутя давай надеюсь это дело у нас проканает о дождик кончился здорово здорово просто здорово давайте пока полюбуемся на этих гадов занялись они каким-то маневрированием на ничего страшного страдиоты они не 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 побежали главное не упустить момент когда они реноса в атаку это не смотрю заволновали заволновались да и не знаю то ли атаковать нас то ли не атаковать наши почти дошли хорошо на что выползаем тогда наружу как-то вот так здесь уже наверно можно даже бегом это сделать ну и собственно нашего гена тоже сюда кинем залезли мы вверх это здорово на самом деле здесь стоит застрелы уменьшаем скорость вот они конные скификои вот наш полководец мы в принципе можем что сделать мы можем на них напасть напасть нам блин они будут убегать стопудово я знаю нам проще немножко повоевать с ними так другой стороны так тоже будет не то что я думаю пошли вперед вы пошли на этих вы пошли на тех конница заходит внутрь стрелки стреляют отлично на страдиотов шикарно сейчас у меня быстро закончится сегодня изменится мы победим так гена у нас идет на муртатов скификои уже убегают оооо друзья коли крайне аккуратно надо хорошо увидел хорошо увидел так так до коли не доходим до коли сражаемся так здесь убегают убегают значит сверху подходим лучники лучники почему один отряд лучников решил какую-то хренью страдать непонятно куда 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 вы скотины тупые выходите из кольев сволочи вражеский полководец хвала господа все они убегают как трусливые псы скификоев не догоним вот таки а все-таки залез я на эти колья ладно донат но я же говорил донат бессмертный донат бессмертный выжил он и хорошо так но страдиотов я тоже не дганю так что мы сейчас баловаться не будем сколько мы потеряли три процента но надо же вот прям буквально на секунду внимание я свое отвел взглядом генеральского отряда и тут же муртаты пошли на колья за ними пошел полководец тоже на колья и кино кино и немцы жесть но неплохо в принципе неплохо во первые раза три у меня хуже гораздо результаты были когда я свой устрой останавливал и пытался с ними как-то перестреливаться результат был гораздо хуже все таки у них застрелов больше они более крутые на близких дистанциях в общем получилось у нас с вами неплохо здесь неплохо ну давайте ускоримся давай нарезаем я надеюсь ты сможешь себе взять третью нашивку золотую давай 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 знаю что устали пробежали пробежали то много о неплохо третью взяли друзья взяли третью золотую отлично просто великолепно в общем все прошло великолепно на мой взгляд вот единственное скулим немножко не смотрел но ничего страшного не случилось восстановится пару ходов все нормально так ну и все все убежали да хорошо хорошо друзья хорошо ай блин какой то еще отряд есть где кто куда 4 контрата тоев бегает но мы их не догоним да ну и ладно все всех убили всех победили от важных воинов господа здорово просто здорово на мой взгляд 137 человек потеряли 420 убили отлично к этому в принципе полустэк у нас идет подкрепление со стороны скопье ну правда там идти им еще долго хода 2 наверное но зато когда дойдут мы уже сможем вполне себе заняться таким делом как захватом арты отлично отлично так ну что возвращаемся здесь вот сюда уже один отряд подходит копейщиков вот он подкрепление ассасины идут и здесь идет еще шесть отрядов вместе с конницей валашской рыцарями остатками нормально нормально я смотрю в дурацию постепенно они накапливают силы так что сражаться сражаться в любом случае нам еще придется так ну и второе сегодняшнее сражение последние друзья это сражение возле афин будем мы сегодня захватывать именно этот город здесь наши великие непобедимых это не зарода так да вот такие тележки что у меня тут есть нет вышел отряд из афин нам это на руку мы на него нападаем видим что здесь у них в принципе сил как таковых то практически и нету один только отряд скутатов хороший и все ну артиллерию конец у нас есть мадьяры и валахи запросто убьем но у них есть подкрепки самого города и самое что противное у них здесь есть гена гена зовут сократ к василис 21 год князь ахай собственно наместник афин колыбели европейской цивилизации не шутя вот ну и будем его как-то пытаться убить конечно я уже списываю половину своего стека в минус потому что их гены есть это разумный разумный правильный разминку чтобы кто не знал пол стека списали в принципе правильно можем конечно сделать вот так и оставить этого сократа в городе но тогда нам придется афина осаждать а мне бы это не хотелось хотя можно быть так и логично неправильнее было бы блин вот так дам то успеет скотина войска нанять наверх с другой стороны учитывая вряд ли мы сможем его убить он может убежать ммм не по частям нам выгоднее бить выгоднее тогда давайте вот так вот сделаем да действительно а эти три отряда в городе мы тогда просто в осаду возьмем и автобоем их зарешаем я думаю ничего они нам сделать не смогут в этом случае в городе он чаржить не сможет это уже плюс два-три отряда копейщиков и ему крышка так погоду давайте сменим отличная ночь прямо белые ночи слушать миштя миштя белые ночи так так значит полководцы туда этих ребят туда остальное строим 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 я вообще не знаю что эти ребята будут делать я честно говоря в первые разы когда играл пытался записать я все это делал по другому я вместе сражался но я думаю вы меня поняли так значит ты вперед вы вперед сейчас первым делом что сделаем вырубим конницу что они отходят не шутя побежали за ними где у меня там а эти ребятами давайте тогда мы еще что сделаем вы значит убиваете баллисты а валахи убивают катапульты да а геннадий тогда а вот скутатов в жопу ему я думаю будет вполне себе удобоваримо так отключаем стрелы что вы там друг друга не перестреляли я знаю этот прикол чай не первый раз замужем да ну что отлично баллисты уже кончились сейчас катапульт кончится отлично без каких-либо проблем гена еще только бежит хорошо ну справились вроде как справились да если ничего не изменится давай тогда сюда включим стрелы пускай перестреливаются так гена гена несется нам главное успеть пока они не начнут строиться они начинают именно строиться и сейчас думаю больно нам будет тут ничего уж не сделаешь но приготовиться они не успели не успели они приготовиться и наш полководец влетел в них очень даже приятственно так гена отходи скотина тупая но пока наши воины одерживают не захотел он понимать меня с первого раза он засранец ну ладно так застрелы куда-нибудь сюда бегом вы куда-нибудь сюда тоже бегом так вы сюда вы там стреляетесь копейщики не копейщики ну нормально обстреливаете их так геннадий много на таксотиков пошел лучники зверствуют зверствуют куда критами скутатов расстреливает наша конница здесь гена злобствует с таксотами которые уже сразу решили убежать к чертой матери лишь бы не встречаться больше с нами так куда у меня бегают вот эти ребята они строятся понял понял не дурак был бы дурак не понял мы истребили половину его армии так не шутя не шутя так гена хорош хорош так делать не надо мне на критов идти достаточно скутатов это ни к чему хорошему нас не приведет если ничего не изменится мы победим так ребята вот сюда все шмаляйте вообще все и их полководец бежал как последний друс вперед победа близко спасибо так гена гена там вроде всех убил скутатов надо догнать конница моя чем занимается прекратить стрельбу просто их убейте и все ну как бы как бы победа как бы потеряли 2% отлично этих гадов мы расстреляли очень приятно почему мне раньше в голову этой идеи не пришла я не знаю я здесь просто терял реально полу стэка мне этот гена разбивал о о о о хорош стрелять хорош у меня тут есть кому кому сделать бобо а то там здорово так ну и все да больше никого нету никто не убежал а то убежал уже не догоним хорошо все тогда любуемся зрелищем уничтожения остатков византийских войск почему я раньше не догадался реально их раздельно разбивать настолько мучился с этим геном он меня своими чаджами просто замучивал у меня считаете пехота нормально нет который воздержит только одни ассасины приходилось это хороший отряд на расстреливание врагу отдавать пока его в это время лучники расстреливают горящими стрелами да можно было оказывается сделать все гораздо гораздо проще так ну где еще какой-то бегает вот бегает ах вы же гады ну-ка сдохните сволочи сволочи умрите отлично этой победой восхититься весь христианский мир да по любасу весь христианский мир нас ненавидит потому что у нас сложность большая потому что у нас большая сложность так то друзья если вас весь мир ненавидит значит вы играете на изи и только когда весь мир вас ненавидит вы играете на хары по другому никак потому что это булатная сталь я не хочу умирать а придется придется вдруг умереть тебе ну и все убили мы этот вражеский отряд да мы их порвали на части и и и на следующий ход мы будем захватывать афина так далее далее вот сюда вот надо куда-то корабль подвести я думаю по-хорошему кстати надо бы помощь кораблю кинуть оооо вот так хорошо ну и все давайте не шутя по-быстрому тогда сделаем ход чтобы при вас захватить собственно сами афины ну и заодно посмотрим что будет делать противник не помню говорил вам не говорил но и крестовый поход и джихад на Каир и Толедо соответственно не удались не удались не смогли им не мусульмане захватить Толедо не христианам ничего не светило возле Каиром поэтому все это дело прекратилось неудачи первый крестовый поход окончился неудачи кстати не шутя уже 65 ход опа опа и смотрите византий свой большой стык уводят не шутя вот это интересно неужто их там турки начали бы набить ну это хорошо это мне даст возможность восстановить возле торговей что нормальный стек уже начинать их двумя зажимать возле Адрианаполя по крайней мере какие то у них большие части куски подъедать войск но нам главное там просто их сдерживать возле Адрианаполя пока захватывается вся византийская Греция так кто-то сдох но у меня там гены не было наместника не было так что по барабану но надеюсь это просто лазучек вражеский умер так вот не надо мне это сейчас показывать Windows не балуйся что-то как мне последней неделе это вообще не задалось мне столько видео надо записать перед новым годом блин и вот как будто нарочно все с ума сошло это не пишет это не работает это тормозит это глючит ну как всегда как всегда итак мятежники значит у нас подходящий жених вот это более-менее мне кстати уже какой раз предлагают этого жениха мне этого вообще жениха и все они были какие-то стрёмные да безобразие здесь хотя бы верность есть а ведь мне гены нужны так что это за барбала барбала кто знает где какая есть барбала далаида она странно я не вижу например каталин что же это за барбала то шарлотта нет все это не то ну давайте ну давайте барбал из рода ратольд окей я согласен так умер амар хаям сочувствуем так обучились в лагере лазучек лазучек венеция пыталась зайти в эстергом и сдохла шикарно так это ходы сводка новостей ах это не из рода пек подхватил пневмонию вот это писец хреново друзья его нужно теперь в город вот чтобы отличиться хоть как-нибудь в жопу друзья так будут рыцари поучера архитектора это хорошо это меня радует так постройками я буду заниматься потом да у меня и денег то нет чтобы ими заниматься на самом-то деле так здесь здесь ничего интересного нету дипломатия византия вновь начала войну с турками вот куда стек то ушел и в то же самое время Русь заключила перемирие с Византией это хуже но с другой стороны возможно они уже все свои дела в Крыме сделали выбили оттуда собственно всех и поэтому заниматься чем угодно так ну вот он этот пал из рода Акус хорошо мы его тогда что с ним сделаем мы его кинем в лагерь военный пускай обучается наукам выступаем немедленно а как обучиться куда-нибудь его пошлем потом так ну и давайте сделаем последнее наше дело а то серия затягивается а у меня сами понимаете нельзя долгое делать так убиваем второго убийцу византийского чтоб тебе икалось на том цвете гад давай сделай все по красивому шикарно сдох сдох это гадость отлично так и захватываем Афины друзья захватываем Афины захватывать будем автобоем тут 4 к 1 я думаю справимся вполне вполне справимся 34 человек потеряли это вообще ни о чем господи 34 человек это в десять раз меньше чем научат же терял вражеского гена шикарно догадался сделать именно так это просто грабим поселение деньги мне нужны мне нужно многое строить так здесь значит ставим минимальные налоги все ремонтируем плюс сразу ставим виселицу так здесь разрушить ничего не надо пускай все будет вот единственно наверное мастерскую катапорт можно разрушить хотя с другой стороны пускай хотя бы один город будет где они есть да так переобучить 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 вот этих можно переобучить курса нанять и кого 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 не вижу а кого здесь можно вот этих покоцанных отлично берем вот так вот угу поторопился сперва берем корабль потом берем вот так вот без гены я знаю что если гену отсюда убрать будет сразу он вовсе ага сажаем на корабль высаживаем возле коринфа и собственно его осаждаем этот коринф начинаем осаду а на следующий ход мы трупа подведем туда просто кину с мадьярами и все будет по красоте друзья здесь у нас кутаты страдзиоты муртаты шесть отрядов думаю стеком завоюем их но это уже будет в следующем следующий ход и в следующей друзья серии на этом с вами прощаюсь надеюсь вам понравилось ставьте лайки пишите комменты и конечно же подписывайтесь на канал всего хорошего и удачи спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! Продолжение следует...